СОЦИАЛЬНАЯ ОБСЛУЖЕНИЕ ВЕРА СОЦИАЛЬНАЯ ОБСЛУЖЕНИЕ ВЕРА, КОТОРЫЕ Я ПРЕДСТАВЛЯЮ, ТАЖЕ ВХОДЕТ В СПИСОК ОРГАНИЗАТОРОВ. МЕРОПРИЯТИЕ НАПРАВЛЕННО НА СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗГРАНИЧНОГО ТВОРЧЕСТВА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. А ГДЕ ФЕСТИВАЛЬ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ И КТО НА НЕГО ПРИВЕДЕТ? ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ В РАСТАРГУЕВСКОМ ПАРКЕ. НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ У НАС С ДЕСЯТИ ЧАСОВ, БУДЕТ ПРОХОДИТЬ РЕГИСТРАЦИЯ. САМИ ВСЕ ПЛОЩАДКИ НАЧНУ СВОЮ РАБОТУ С 11 ЧАСОВ. Мы ожидаем приезд более 500 граждан пожилого возраста, проживающих на всей территории Московской области. Также запланированы приезды руководителей учреждений социального обслуживания, их заместителей. И также ждем почетных гостей. Это первое такое мероприятие в области или уже были какие-то аналоги до этого? Мероприятие проводится впервые на территории Московской области. Таких мероприятий, насколько нам известно, еще не проводились и в других регионах нашей страны. Расскажите о программе фестиваля. Что там ждет участников? Во время проведения фестиваля будут организовываться арт-площадки. Прежде всего, это йога-зона. Будет профессионал показывать мастер-класс по йоге. Йога-активности – это мастер-классы по зумбо, конной прогулке и другие. Интерактивные зоны – это мастер-классы, лектории, выставки в рамках программы «Долголетие в Подмосковье». Также будут организованы профессиональные мастер-классы по рисованию на мольберте, на воде, эбру, так называемой, и граффити. Конкурсные работы будут оцениваться жюри, и по результатам оценки будут выявляться победители, и они будут награждаться по окончанию нашего фестиваля. Также зона «Долголетие» – это консультация врачей, зона «Моды» – будет проходить мастер-класс «Мейкап Шкул», индивидуальные уроки по укладке волос и показ моды «Модная бабушка». Зона «Казачество» у нас будет работать и мобильная фотостудия. Всех участников будут фотографировать и фотографии выдавать сразу же, не отходя от места фотографирования, по сути. На ваш взгляд, как кажется, для чего оно проходит, какая основная задача? Основная задача – продемонстрировать людям старшего возраста новые формы досуговой занятости, продемонстрировать интересные какие-то занятия, показать им новое творчество, каким они могут заниматься в свободное время, либо у себя дома, либо в стенах учреждений социального обслуживания, а также учреждениях культуры и спорта. Большое спасибо, я уверен, что все пройдет на высоком уровне. Я напомню, что у нас в студии был директор Центра социального обслуживания «Вера» Андрей Коренюк.